В этом году начало Масленичной недели выдалось по-настоящему весенним, с теплой погодой и солнцем, а потому горожане спешили поучаствовать в веселом калейдоскопе традиционных забав и конкурсов. Благо, Масленичная программа это позволяла. Выступления народных коллективов на сценических площадках, танцы и игры для детей. Не обошлось и без смелых парней, которые под громкое люлюканье забирались на высокий столб забрать советный приз. В общем, было где разгуляться. На Масленицу мы ходим каждый год. У нас уже сложилась определенная традиция посещать парк в это время. В принципе, настроение хорошее. Во-первых, погода хорошая, благоприятствует. И видите, сколько людей. Все интересно, весело, спокойно. Мы выступали на концерте. Девочки из фитнес-клуба «Шакира» тоже танцевали. Было весело, пели песни. Все здорово. Какая же Масленица без блинов? По традиции, встречать этот праздник принято именно с этим блюдом, которое ставится на стол каждый день в течение всей праздничной недели. Поэтому в парке нашлось немало мест, где можно было полакомиться блинами на любой вкус. С топленым маслом со сметаной, с медом и вареньем, с рыбой, икрой и мясом. Неудивительно, что у многих берестейцев Масленица ассоциируется с блюдом, символизирующим собой солнце, а вместе с ним и приход долгожданной весны. Масленица – это неделя перед постом, начало, когда праздники начинаются, кушают все блины всю неделю, а потом после праздников начинается уже пост, а потом уже Пасха. Судя по неиссякаемому потоку гостей и жителей города, которые с удовольствием принимали участие в одном из самых любимых праздников накануне прихода весны, можно смело сказать – начало Масленичной недели удалось на славу. Осталось только пожелать, чтобы и остальная неделя прошла в задорном вихре масленичных забав и атмосфере веселого уже весеннего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok